После того, как пророк Алей-Саратул сам вернулся из прощального хаджа, его болезнь стала усиливаться. Он стал чувствовать влияние того кусочка, который был положен иудейкой, и яд, который он потребил в пищу. Пророк Алей-Саратул сам при своей жизни, до смерти, за пять дней до смерти. И даже перед самым своим концом, перед самой своей смертью, Пророк Алей-Саратул сам предостерегал людей от ширка и приказывал им таухид, единобожие. Пророк Алей-Саратул сам предостерегал людей от того, что сделали иудеи и христиане, то есть от того, чтобы сделать могилу пророков мечетью, местами для поклонения Аллаху. Пророк Алей-Саратул сам приказал, чтобы намаз проводил для людей в качестве имама Абу-Бакар. В тот день, который предназначался из жены его для Аиши, Рады Аллаху. Пророк Алей-Саратул сам возле Аиши, Рады Аллаху. Пророк Алей-Саратул сам был человеком, и его постигало все то, что постигает людей. Пророк Алей-Саратул сам умер. Были люди, которые отошли от веры, были люди, которые не верили в это, были люди, которые верили, с одной стороны, находились в двояком положении, верили и не верили. В смерть пророка Алей-Саратул сам. И вот когда это случилось, пришел Абу-Бакар, и открыл лицо пророка Алей-Саратул сам, и поцеловал его между глаз. Потом вышел и поднялся на Минбар, и обратился к людям с проповедью, сказав им, что Мухаммад, пророк Алей-Саратул сам, человек его постигает, то, что постигает людей. И сказал, что тот, кто поклонялся Аллаху, то Аллах, он живой и не умирает. И он произнес слова Всевышнего Аллаха, Мухаммад не иначе, как посланник, до него были посланники. С подвижники собрались, доводят довольными Аллах, чтобы присягнуть преемнику халифы, который будет после пророка Алей-Саратул сам. И умма, она единодушно приняла, что халифам, преемником пророка Алей-Саратул сам должен быть Абу-Бакар. Потом Умар, потом Усман, потом Алей. Кто сомневается в праве кого-то из этих четырех на то, чтобы быть халифом, или считает неправильным порядок. Такой человек является заблудшим более, чем осел. После того, как была дана присяга Абу-Бакар, Рады Аллаху Таля, Пророка Алей-Саратул сам похоронили в комнате Аиши, Рады Аллаху Таля, С подвижники совершали намаз, погребальный намаз за пророка Алей-Саратул сам по одному, не совершили все вместе.